От засухи до наводнения. В минувшую субботу набережные Челны оказались во власти урагана. Его последствия челнинцы начали публиковать в социальных сетях. У одних поваленные деревья, у других затопленные подъезды, квартиры, оставшиеся под лужами дороги. Почти сразу же стало известно об одной жертве стихии. О случившейся трагедии на стройплощадке недалеко от торгового квартала напоминает 60-метровый кран. Сейчас он больше напоминает груду металла. Несчастный случай произошел в минувшую субботу, когда была непогода. Сильный ливень и шквалистый ветер. Порывом ветра был опрокинут башенный кран, в момент падения которого в кабине находился машинист крана. В результате падения машинист крана получил телесные повреждения, от которых скончалось на месте. Более получаса за жизнь 48-летней крановщицы боролись медики. Но спасти ее не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Жители 15-го комплекса поселка Зябь вначале радовались дождю, но радость была недолгой. Из-за жары некоторые челнинцы потянулись к водоемам, а вот жителям дома 15-3 идти даже никуда не надо, потому что после ливня недалеко от их пятиэтажки образовалось настоящее озеро. Но рады ему только местные детвора. По словам более старшего поколения, суббота объемы озера значительно уменьшились и теперь оно больше напоминает болото, расцветает и зеленеет. Лужа мешает нам жить, топит. Как дождь начинается, тропинки даже не бывает. Подходила к дому вода. Люди вот сторонкой здесь обходили, около домика. Большая лужа была. А если сейчас будет осень, это все будет замерзать и, короче, не знаю, что здесь будет, каток настоящий. По словам местных жителей, ранее вода уходила в разбитый колодец челны водоканала. Его отремонтировали и заварили, сказав, что грязь в этот колодец течь не должна. Теперь уходить осадкам некуда, высыхают естественным путем. Администрация Комсомольского района сообщила, придомовые территории 15-го комплекса поселка Зябь включены в программу «Наш двор», которая рассчитана до 2024 года. Эльмира Гайнудинова, Радиганеев, Роман Гейтман, Челны, 24.